МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске сложно, но можно. Сыр сам по себе очень капризный, как малое дитя. Когда дело дойдет до тюменской моцареллы? Внимание, фокус! Один налейте из-под крана, другой из чайника, а в третий он достает из дипломата бутылку свою. Незамысловатые опыты помогают продавать чудо-фильтры. Лед высшей пробы. Это не то, что там свадьбищное кольцо взяли, раздавили. Уникальную технологию запатентовали тюменские ученые. Образцы из Арктики они золотом покрывают. О событиях, явлениях, а главное, о людях. Точнее, в ближайшие полчаса в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Инвестиционную программу пересмотрят в Тюменской области. В сложных экономических условиях властям вряд ли удастся сохранить объемы финансирования, которые были в этом году. Потому деньги будут выделять на строительство только самых необходимых зданий. Плюс ко всему, по контракту увеличатся сроки возведения. Не год-два, как обычно, а три-четыре. Это нужно для того, чтобы компании-подрядчики имели не разовую прибыль, а постоянный доход. Впрочем, это касается только новых объектов. Все обязательства по начатым стройкам будут выполнены. Есть у нас такие статьи, которые мы должны финансировать в объеме 100%. Это заработная плата работников бюджетной сферы. Это текущая деятельность системы общего образования, то, что находится на региональном уровне. Профессионально-технического образования. Все учреждения системы СПО и НПО должны функционировать и не иметь никаких сбоев. Кроме того, будет полностью финансироваться здравоохранение. Несмотря на то, что денег понадобится больше, чем заложено в бюджете. Это связано с возможным повышением цен. В вопросе импортозамещения на сегодняшний день важен не столько ценник, сколько само наличие продукта. Аналоги импортных сыров, полюбившиеся россиянам, в одночасье не появятся на прилавках. Но производство некоторых видов наши предприятия уже начали осваивать. Из Бердюжского района. Репортаж Карины Закирьяновой. Молочный завод в Бердюжье шел к этому долго. И вот в 2014 году здесь появился сырный цех. Освоили сразу два вида – адыгейский и сулугуни. И если с первым никаких сложностей не было, то с грузинским сыром пришлось повозиться. Сыр сам по себе очень капризный. Как малое дитя. За ним нужно в каждом процессе улавливать момент. Он относится к рассольным сырам. К твердым рассольным сырам. Но у него очень хорошее свойство есть плавиться. Поэтому вся восточная кухня применяет его в своих рецептах. Сыр – это вообще больная тема для области и страны. Из-за санкций некоторые виды этой продукции теперь в магазине не встретишь. Сейчас осуществляется запуск производства сыров, так называемых мягких. Они предусмотрены для изготовления пиццы и других продуктов питания типа моцареллы. Всего же в Тюменской области 12 предприятий изготавливают 500 тонн сыра. Не забывают молочники и о других новинках. В том же Бердюжье начали выпуск творожной массы с цукатами, изюмами и не только. В планах областного правительства и дальше реализовывать крупные инвестпроекты. Например, строительство на базе Илутровского молочного завода филиала компании «Данон». Согласно данным статистики, эта фирма закупает более 50% молока, производимого в нашем регионе. Тюменская область давно сотрудничает с молочным гигантом. В частности, совместно с правительством регулируют закупочные цены на молоко. Мы договорились с Тюменской областью встретиться с регулярным основанием. И одновременно «Данон» видит Тюменскую область как стратегический область. И мы хотим именно пользоваться этим случаем, чтобы это был ролевой модель всей России. Так что темпы производства молочных продуктов в следующем году снижать не будут. Карина Закирьянова, Алексей Красных. Тюменское время. А вот какую поддержку получат благотворительные организации Тюмени, об этом не только узнаем из краткого обзора событий. Городские власти поддержат общественные и благотворительные организации в следующем году. Специально для них создадут единый интернет-портал, с помощью которого общественникам будет легче обмениваться опытом между собой и искать спонсоров. Кроме того, у нас на следующий год социальная реклама предусмотрена. И мы уже с федеральным УФАСом отработали те форматы информации, которые возможно без всяких нарушений прикольно рассказывать о деятельности таких организаций в формате социальной рекламы. Ну а кроме того, на следующий год запланировано средство для проведения двух обучающих семинаров для представителей общественных организаций. На прежнем уровне остается и финансовая поддержка. В следующем году на муниципальные гранты таким организациям предусмотрели 10 миллионов рублей. Легендарный тюменский спортсмен Денис Абышев попрощался с большим мини-футболом. Заключительный матч 10 номера пришелся на финальную встречу Кубка Еременко. Тюменцы играли против обладателя почетного трофея казахстанского Кайрата. Поединок получился боевым, обоюдоострым, зрелищным, но победить хозяевам не удалось. 3-6. Теперь обе команды встретятся в полуфинале Кубка в феврале. Каждому спортсмену когда-то приходится завершать свою карьеру. Но с фамилией Абышев действительно в Тюменской области связана целая эпоха, потому что он стоял у самых истоков создания мини-футбольного клуба Тюмень. И вообще мини-футбол в Тюмени ассоциируется с этой фамилией. После матча губернатор Тюменской области поблагодарил Дениса Абышева за преданность клубу и подарил автомобиль. В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка Николая Рериха. Это международный проект, который раскрывает художника как защитника культурных объектов. Известно, что он просил Николая II сохранить народные святыни в 43-х древних городах России. А международное сообщество призывал вывешивать знамя мира над культурными учреждениями во время военных действий. Мы приехали, чтобы рассказать о его культурных начинаниях, культурных инициативах, вылившихся в итоге в первый международный договор о защите охраны культурных памятников во время войн и конфликтов, который получил последствия названия Пакт Рериха. Потом уже в 54-м году Пакт Рериха лег в основу существующей ГАКС-конвенции. История с продолжением. Мы уже рассказывали в эфире о чудо-фильтрах для очистки воды, которые продают по завышенным ценам. И теперь дело дошло до суда. Год назад жительница Тюмени купила фильтр после незамысловатых опытов, проведенных на ее же кухне. А где теперь правду искать, разбирался Александр Кришаков. Одна подпись через год вылилась в целую пачку документов. Ольга Парницкая до сих пор пытается найти правду во многих инстанциях. В январе прошлого года она впустила в дом незнакомца, который проверял качество воды. Ну я дала три стакана. В один налейте из-под крана, в другой из чайника. А в третий он достает из дипломата бутылку свою и наливает туда воды. Стал проводить опыты. Достал какой-то прибор с тремя шестерями. В каждый стакан поштырю. Включил и тут пошла реакция. В моих стаканах, несмотря на то, что через фильтр пропущенное было и скипяченое, там и в осадок пошла, и пена, и коричневая. Мужчина так настойчиво предлагал купить у него фильтр для очистки воды, что женщина сдалась и подписала кредитный договор. В тот же день дорогое оборудование чуть не купила соседка Ольги Александровны, Валентина Сосновских. Спрашиваю, кто водоканал мне сказал. Он достал лист такой, где сфотографирован этот прибор и цены. Я когда увидела, я говорю, вы зря на меня два часа. Он потратил на меня. Это нереально. Там у меня было 68 тысяч, написано 500. Через два дня Парницкая поняла, что выплатить сумму не сможет. Она попыталась вернуть оборудование, но в офис не попала. Код домофона не подошел. Там офисы арендует, у каждого свой код. 281. На самом деле код 221. Так что хоть выходите в течение 14 дней, вам никто дверь не откроет. Код пенсионерка узнала позже, когда проводила собственное расследование. Она написала заявление в прокуратуру и полицию, но в возбуждении уголовного дела ей отказали. При рассмотрении материала было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как состава преступления, мошеннических действий в данной ситуации осмотрено не было. Поэтому все, что касается вот этих фильтров и конкретно данного примера, это уже лежит в гражданской правовой области и нужно необходимо решать в судебном порядке. Специалисты советуют не открывать дверь незнакомцам и требовать удостоверения, чтобы обезопасить себя и сэкономить время и деньги. А Ольга Александровна сейчас наняла адвоката и обратилась в суд. Компания, которая продает фильтры, от комментариев отказывается. Они ждут решения суда. Заседание назначено на середину января 2015 года. Тогда и станет ясно, был ли обман чистой воды. Александр Гришаков, Евгений Проскурьков. Тюменское время. В каждом доме должна быть не только чистая вода, но и качественная еда. В магазинах появилась черная икра, полученная в Тюмени. Цена за 100 граммов – 3750 рублей. Как не обмануться и купить к новогоднему столу настоящий деликатес, расскажет Ирина Кистерева. За деликатесом в очередь красная икра в декабре всегда пользуется большим спросом. Горожане готовятся к Новому году. Цена 650 рублей за банку не смущает. Тюменцы готовы платить за вкус. Икринка к икринке сразу же видно отличное качество икры. К Новому году у нас делают коллективные заявки, вплоть до 50-80 баночек закупают. Также своим коллективом на работе, допустим, собирается, приезжает у нас и икорку приобретает. Черная тоже в наличии, правда в день продают всего одну банку. Стоит 100 граммов деликатеса – 3750 рублей. И это несмотря на то, что продукция местная. Первую промышленную партию черной икры получили на тюменском рыбхозе год назад. Это почти 100 килограммов. Именно она и попала на тюменские прилавки. В ее качестве можно не сомневаться. Но если сомнения все же появились, вы можете потребовать у продавца декларацию соответствия, в котором будет прописана и дата изготовления, и срок изготовления, а также тестирование, которое прошла данная икра. В протоколе испытаний указано, что данная банка прошла тестирование в центре на Минской. Если продукция окажется некачественной, обратиться можно как к производителю, так и в сертификационно-испытательный центр. В управлении Роспотребнадзора советуют отдавать предпочтение стеклянной таре, нежели консервации. Определить на глаз качество икры тоже можно. Икра не должна растекаться по стенкам своей тарной упаковки. Вот это первый признак того, что икра не совсем доброкачественная. На тюменские прилавки поступает икра в основном с Дальнего Востока и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области. Ставку на отечественных производителей делают и в тюменских ресторанах. Санкции на икру не влияют, потому что икра, как обычно, приходит с Дальнего Востока. Это кита, горбуша, самая распространенная рыба. Цена на телекатесную продукцию в канун праздников расти не будет. А вот скидки и акции – обычный маркетинговый ход. Под низкой ценой может скрываться просроченная продукция. Обязательно проверяйте дату изготовления и помните, что качественная икра хранится всего 6 месяцев. Ирина Кистерева, Владимир Конрадьев, Тюменское время. Это точнее, спасибо, что вы с нами. Глобальное потепление – миф, а снег может стать новым уникальным строительным материалом. Об этом заявляют научные сотрудники Института креосферы Земли. Они запатентовали новый способ изучения образцов из Арктики, где, к слову, залегает 70% полезных ископаемых и микроорганизмов. Как удается найти и сохранить то, что на вес золота, уточнит Людмила Чепурных. Сейчас мы будем готовить сухую воду. И для этого нам понадобится 95 мл воды и 5 грамм нанопорошка. Сила мысли и никакого мошенничества. Да и в блендере готовят не молочный коктейль, а сухую воду. Звучит безумно, по виду напоминает сахарную пудру. Но если на нее чуть надавить, польется жидкость, как из губки. Подобную смесь уже используют косметологи и фармацевты. Теперь на разработки ученых положили глаз и пожарные. Вот эти микронные капли при пожаротушении будут полностью испаряться, нейтрализовать огонь и не разрушать поверхности бытовых приборов и техники. А потом можно просто смести и сдуть или наоборот втянуть. С помощью сухой воды, как оказалось, можно легко транспортировать природный газ. Это так называемый газовый гитрат. Вещество похоже на кусочек снега. Но в огне горит, а в воде не тонет. Такой лед ученые уже нашли и в природе, в вечной мерзлоте. Его уже рассматривают как источник топлива, но пока в качестве альтернативы. Добыча газа из гидратов обходится в несколько раз, ну как минимум раза в 3-4 дороже, нежели добыча традиционных запасов, освоение традиционных запасов природного газа. И поэтому все дело в цене. Этому образцу более 200 тысяч лет. Его привезли с Тазовского полуострова. Товоподобный взяли и в известной Ямальской воронке. Благодаря исследованиям ученые сделали вывод. Это газовый вулкан. Вот только газа в нем не так уж и много. На баллон-то хватит. Этот газ использовать нельзя. На самом деле его очень немножко. Вот вроде бы вот эта вот воронка большая, но на самом деле газов, чтобы его промышленно использовать, этот газ, его там совершенно недостаточно. Сейчас увидеть то, что скрытой вечной мерзлоте помогают разработки. Часть из них – результат труда тюменских ученых. Совсем недавно даже получили патент на метод, как сохранить в кристаллах льда всю микрофлору, чтобы не исчезло после разморозки. Теперь образцы вечной мерзлоты, что на вес золота, покрывают им же. 999-й выше. Это лабораторные, специально лабораторные таблетки. Это не то, что там свадьбищное кольцо взяли и раздавили. Это специально лабораторное приспособление. И там все в чистом виде. Так, благодаря золотой пленке удалось рассмотреть новую бактерию. Сколько всего их хранят льды Арктики, до сих пор неизвестно. Ведь в вечной мерзлоте записана история в сотнях тысяч лет. Людмила Чапурных, Александр Вележанин. Тюменское время. В арктической зоне, а точнее на крайнем севере, газа хватит на много лет вперед. Труднодобываемые запасы нефти тоже надо извлекать. Помочь обязуется завод блочно-комплектных устройств. До недавнего времени в Тюмени производили лишь составные части. А теперь готовые к работе буровые установки. Это кадры 1975 года. Один человек дирижирует балетом вездеходов. После того, как скважина пробурена, на место доставляют вышку. Ее детали были сделаны на Тюменском заводе блочно-комплектных устройств. Именно здесь, в 1974 году, наладили выпуск изделий в блочном исполнении. Василий Мефтахов вот уже 30 лет трудится на заводе. Даже правительственную награду имеет. Но помнит времена, когда на предприятии производили продукцию не только для буровых. Делали блочную продукцию, котельные, насосные станции. Сейчас делаем буровое оборудование. В советские времена у нас блочная продукция выходила в месяц от 300 до 600 штук в месяц. Раньше на заводе производили только компоненты. Теперь буровые установки изготавливают целиком. Два года назад завод БКУ вошел в состав холдинга «Уралмаш». ПКУ провел обширную модернизацию. Только за последний год в цехах появилось полтора десятка новых машин. Например, эта с ювелирной точностью по эскизу вырезает 10 тысяч деталей в сутки. 75% делают машины, а 25% это занимает гильотина гибкая. Все равно люди нужны. Для этого нужен опыт более 25 лет, чтобы рука, грубо говоря, ровно стояла, делала прямые линии, без всяких линеек. Сейчас коллектив завода насчитывает более тысячи человек. И это исключительный случай, когда находится в цеху без касок. А все потому, что завод отмечает 40-летний юбилей. За это время менялось производство цели, но задачи одни и на все времена. А в следующем году нужно обеспечить потребность буровиков, нефтяников в установках бурового оборудования. И сделать их нужно столько, сколько заказали в нужные сроки и высокого качества. А все потому, что главные заказчики завода – такие компании, как «Роснефть», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». К другим темам. В Тюмени более 27 тысяч человек вовлечены в волонтерское движение. В этом году добровольцы обнаружили и пресекли деятельность 86 сайтов, распространявших наркотики. Все дела переданы в прокуратуру и Роскомнадзор. Киберволонтерство – это новое направление, разработанное администрацией для борьбы с порнографической и экстремистской информацией в интернете. Кроме того, городские власти в этом году открыли еще один вид волонтерства – семейное. В связи с тем, что увеличилось количество разводов. 46 мероприятий было проведено в рамках данного направления. Например, такого клуба, как «Мечта». Клуб изучает английский язык для молодых семей. И введены тренинги по медиации семейных отношений. Педагоги сегодня проявляют повышенное внимание не только к одаренным или трудным подросткам. Они составляют досье на каждого ученика. Ведь программа одна, а дети разные. И чтобы донести информацию до каждого, учителя предварительно изучают особенности мышления ребенка. Как это происходит, расскажет Юлия Сауляк. Сложить руки в замок, изобразить позу Наполеона и поаплодировать самим себе. За простыми заданиями кроется сложная педагогическая методика. Проводится диагностика по определению ведущего полушария у ребенка. И соответственно, каждый ребенок в зависимости от ведущего полушария может выполнять определенный вид работы. Это х-х1 деленное на х2-х1. На уроке математики дифференцированное обучение уже в действии. Одним задачки в виде уравнений, другим в виде таблиц и схем. Преподносить информацию с учетом разных типов мышления стараются на каждом школьном предмете. Союзы как, словно, будто. В 9-м Г изучают средства выразительности. Одни ребята будут выбирать их из текста, другие напишут сочинение сами. Группа, которая назвала, остается здесь, на этом ряду. Учителя со стажем Галину Александрову педагогическое новшество не смущает. Построение урока в нескольких вариантах, конечно, хлопотно, но ученикам на пользу. Я приготовлю урок и начинаю давать. И во всех классах результат разный. И потом, когда уже опыта набиралась, понимала, что кому-то легче. Нужно только услышать, услышать, и он уже это понимает. Другим ребятам нужно услышать и увидеть. 67-я стала пилотной площадкой по апробации новой методики. Сначала к ней привыкали учителя, затем школьники. Теперь преподавать с учетом психофизиологии обучили педагогов всех тюменских школ. Работа построена на том, чтобы как раз дети, у которых что-то идет в учебном процессе западания, чтобы они выровнялись, чтобы они умели работать с более сложными заданиями. С более такими точными методиками. И ведь еще и эти методики могут помочь определить одаренных детей. Успеваемость школьника теперь тоже должны оценивать по-особому. Сравнивать не только уровень его подготовки, но и личный прогресс по предмету. Юлия Сауляк, Сергей Жирнаков, Тюменское время. Своя методика есть и у педагогов, обучающих братьев наших меньших. В Тюмени выставили оценки лучшим собакам. Перед жюри питомец находится всего несколько минут. И как он себя покажет, зависит от характера, интеллекта и многочасовых тренировок. О чемпионской собачьей жизни материал Анастасии Макеевой. Шерсть, в принципе, мешает и в ушах у собаки. Здесь убираются, чтобы слуховые проходы были свободные. Вычищается горло, тоже собаке, чтобы шерсть не мешала. Помыть, подстричь, груминг перед выставкой словно ритуал. Причем не бесплатный, от полутора тысяч рублей. За эти деньги умелый мастер подчеркнет достоинства собаки и скроет недостатки. Хендлер Анна Филатова представляет полуторагодовалого ретривера абрикоса строгому жюри. А хозяйка стоит в сторонке. Я стараюсь не смотреть, я и волнуюсь, он волнуется. Хлопоты без того хватает. Ради трех минут на ринге усиленно работать приходится постоянно. У нас всегда раз в неделю дрессура. Мы занимаемся для выставок, чтобы он бегал, слушался, выставлялся, стоял красиво. Толстых собак не пропустят, всегда нужно следить за весом. Это очень сложно на самом деле. Даже лучше, чем за собой, слежу за собакой. На выставке 400 участников и более 100 пород. Задача жюри выбрать лучшего. Потерять заветные баллы можно из-за любой мелочи. У Сергея представитель одной из самых беспокойных и редких пород. Вольф Шпиц по кличке Марти Макфлай. Обстановка нового типа просто не совсем благоприятно влияет на собаку. Потому что и тот же переезд, и то же нахождение среди других, среди незнакомых запахов. Это же все собака улавливает. Можно увидеть, как собаки в стойке стоят. Они должны понимать буквально по пальцу, что нужно где остановиться. Как поставить ноги. То есть это очень большая работа заводчиков. Потому что это очень много требует усилий. То есть прямо с щенячьего возраста с собачками ходят. И на протяжении, скажем, всей недели, так же, как мы на работу с ними, приходят в клуб и занимаются. Групповые или индивидуальные занятия зависят от характера питомца и возможностей хозяина. Затраты финансовые и моральные со временем окупаются с лихвой. Собака не может, допустим, скажем, участвовать в разведении без выставочных оценок. То есть собака без оценок, она не получает документов на щенков. То есть щенки без документов. То есть так же самое, я всегда сверху говорю, это точно так же, что человек без паспорта. То есть собака никому не докажет, что она породная. Чем выше титулы, тем престижнее питомец. А значит и дороже. Ценник начинается от нескольких тысяч и может доходить до полумиллиона рублей. Но главное помнить, что любовь четвероногого друга бесценна. Анастасия Макеева, Артем Суханов, Тюменское время. И на сегодня у меня все. Следите за событиями, а мы расскажем о них точнее. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...